МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Тюменской области около 10 тысяч частных охранников. Каждый год они должны подтверждать свою квалификацию. Разрядов несколько. Начальный, четвертый, предполагает только умелое использование спецсредств и наручников. В Тюмене применяю спецсредства. Более старшие разряды, пятый и шестой, предполагают использование разных видов огнестрельного оружия. Каждое действие охранника строго регламентировано. Резиновой дубинкой нельзя бить по голове, грудной клетке, шее. А еще больше требований при использовании огнестрельного оружия. Все это нужно, чтобы сотрудники ЧОПа вспомнили закон и не нарушали его сами. Зачет принимает инспектор Росгвардии. Делится на три вида. Первый вид из служебного короткоствольного оружия. Расстояние от стреляющего до мишени 8 метров. Время на выполнение упражнения составляет 15 секунд. Дается два пробных и три зачетных выстрела. При попадании в мишень не менее двух дается положительный результат. Из длинноствольного оружия служебного также расстояние 15 метров. Время также 15 секунд. То есть запомнить в принципе несложно. Также два пробных и три зачетных. Ну и для охранников пятого разряда отдельное упражнение из травматического оружия. Вот. Расстояние от стреляющего до мишени 5 метров. Дается ему один патрон пробный и два патрона на зачет. Время ограничивается 10 секундами. Соответственно при попадании в мишень от одной пули и более ставится положительный результат. Владеют оружием не только охранные фирмы, но и граждане. Мест продажи оружия в Тюменской области 15. Каждый раз в год проверяется сотрудниками Росгвардии. Такой товар должен правильно храниться. У покупателя не должно быть доступа к нему. Боеприпасы тоже находятся под специальным стеклом. В журналах необходимо ввести учет. Кому, сколько и каких боеприпасов продано. Нельзя продать владельцу патрону одного калибра, если у него оружие для другого. В Тюменской области более 47 тысяч владельцев оружия. Им принадлежит почти 90 тысяч стволов. Большинство из них это ружья. Покупка и регистрация, как и получение лицензии во многом похожи на покупку машины. Правда сейчас процедура стала удобнее. Здравствуйте, я на получение лицензии на 11 часов. В назначенное время ждут тебя, а не ты стоишь в очередях часами. Это в прошлом. Олег Токарев владеет оружием 10 лет. Он помнит, как первый раз получал лицензию и оформлял разрешение. Это был бюрократический ад. Сейчас все проще. Мужчина, используя портал госуслуг, отправляет сканы документов в Росгвардию. Затем приходит сюда для получения нужного документа. Сейчас госуслуг гораздо легче. То есть, если я раньше приходил, чтобы просто записаться, подать заявление, мне нужно было стоять не один час в очереди. Это любой охотник подтвердит мои слова. То есть, сейчас все заявления я подаю через госуслуги. То есть, за 30 дней до окончания срока действия разрешения. Однако в последние три года в законе об оружии появляются изменения. Например, купить оружие можно тем, кто старше 21 года. При этом первым можно купить только гладкоствольное ружье, которое не делает больше двух выстрелов подряд. Сейчас уже не получится приобрести оружие, если есть две судимости, независимо от давности. Нововведения этого года касаются и мобилизованных. Оставить оружие на бесплатное хранение они могут в Росгвардии. Стаж владения не прерывается. То есть, спустя пять лет владения ружьем можно претендовать на получение лицензии на винтовку. Даже если ружье какое-то время отдавал на хранение Росгвардии. Если лицо впервые приобрело оружие, для того, чтобы купить ту же самую пятизарядку, ему необходимо два года проходить, ну, два года иметь в пользовании оружие либо одноствольное, либо двухствольное. Вот этот стаж, как и для нарезного срока владения пять лет благоствольным, стаж, он будет учитан. В последующем для приобретения других единиц оружия. Несмотря на некоторые ограничения, удобств стало больше. В Росгвардии рекомендуют перед оплатой обучения и других услуг лучше сначала изучить статью 13 закону об оружии, чтобы заранее быть уверенным, что после обучения оплаты госпошлины, покупки сейфа получишь лицензию, а не отказ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова